Что ждет получателей пенсий, детских пособий, социальных выплат? 6 новых законов апреля 2022 года. Изменение правил быстрых платежей, изменение расчетов ОСАГО, наши дети на госуслугах. Эти новшества мы рассмотрим в сегодняшнем видеообзоре. Первый квартал 2022 года плавно приближается к завершению, и апрель уже готовится вступать в свои права. Разберем, какие новые законы он нам приготовил. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «Приоритеты» с Евгением Корсакином. Отдельное спасибо за ваши лайки и подписку на канал. Переходим к теме видео. Детские пособия. Во-первых, начиная с 1 апреля можно будет подать заявление на обновленное пособие на детей в возрасте от 8 до 17 лет, о котором президент объявил в марте. На данный момент условия нового пособия известны и из разъяснений Минтруда. А. Если раньше такое пособие полагалось только неполным семьям, где нет второго родителя, либо решением суда с него взысканные алименты, то теперь деньги могут получить и семьи с двумя родителями, у которых средний душевой доход ниже прожиточного минимума. Б. При этом средний душевой доход определяется за 12 месяцев, который предшествует 4 месяцам до даты обращения с заявлением. То есть у тех, кто обратился за пособием 1 апреля, будут проверять доходы за период с декабря 2020 года по ноябрь 2021. В. Будут учитываться доходы самого заявителя, его супруга, а также детей до 18 лет или до 23 лет, если они учатся по очной форме. А. Во-вторых, с апреля меняются критерии оценки нуждаемости семей, получивших пособия на ребенка от 8 до 17, а также от 3 до 7 лет, и беременных женщин для назначения пособия при постановке на учет в ранние сроки. По новым правилам в расчете среднедушевого дохода не будут учитываться средства на покупку недвижимости или автомобиля, предоставленные в рамках госпрограммы и поддержки многодетных семей, а также выплаты за счет средств маткапитала, налоговых вычетов, пособия на погребение, выигрыши в лотерею и прочие игры, основанные на риске. Кроме того, исключаются из оценки нуждаемости жилье, авто и мототранспорт, которые находятся под арестом или в розыске. Отменяются правила нулевого дохода, то есть необходимо подтвердить уважительную причину отсутствия доходов в расчетный период. Для беременных женщин, если у них 6 месяцев срока приходится на расчетный период среднедушевого дохода или на дату подачи заявления на пособие, срок беременности превышает 12 недель. Изменение правил быстрых платежей С 1 апреля на банке, который участвует в системе быстрых платежей, так называемые СБП, возлагается обязанность обеспечить гражданам возможность совершать платежи в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей через мобильное приложение. Кроме того, банки универсальной лицензии должны с этого же времени приступить к проведению платежей через СБП по QR-коду. За исключением лишь коммунальных платежей. Следующее. Корректируется порядок получения пенсии и других соцвыплат на банковскую карту. С апреля банки с согласия граждан будут предоставлять реквизиты их счетов для получения пенсии и прочих социальных выплат в информационную систему ЕСИА, которая дает доступ к порталу госуслуги. В связи с этим в личных кабинетах на госуслугах появится доступ к информации о реквизитах их банковских счетов. Чтобы мы могли сформировать свое согласие на использование этих данных для предоставления мер соцподдержки. ПФР и органы соцзащиты получат возможность отслеживать актуальность реквизитов банковского счета. Куда они зачисляют пенсии и пособия. Если счет будет закрыт, банк сообщит об этом в ЕСИА не позднее следующего дня. Следующее. Индексация пенсий С 1 апреля проиндексируют социальные пенсии и ряд государственных пенсий, которые получают чернобыльцы, военнослужащие по призыву и члены их семей. Коэффициент индексации этих пенсий составит 8,6%. Причем индексация в данном случае полагается как работающим, так и неработающим пенсионерам. Идем дальше. Вводится новый коэффициент для расчетов платы по ОСАГО. С 1 апреля меняется назначение коэффициента бонус-малус, который используется при расчете общей стоимости полюса. Для водителей, не попавших в ДТП, минимальный коэффициент снижается на 4%, что позволит удешевить полюс ОСАГО для водителей, у которых насчитывается 10 и более лет езды без аварий, примерно на 8%. А вот максимальный коэффициент вырастет был 2,45, станет 3,92. Поэтому полюс ОСАГО подорожает для тех, у кого либо меньше 3 лет вождения без аварий, либо кто раньше был виновником ДТП. Следующее. Дети попадут на госуслуги. В апреле вводится возможность регистрации на портале госуслуги для несовершеннолетних. Детей младше 14 лет смогут зарегистрировать их родители через свою учетную запись на портале. А для детей в возрасте от 14 до 18 будет открыта регистрация от их имени. То есть они будут регистрироваться самостоятельно, указав данные своего паспорта, СНИЛС и номера телефона и адрес электронной почты. Через портал они смогут, в частности, получить доступ к своему электронному дневнику, а также знать о информации о поступлении в учебное заведение. Друзья, пересылайте это видео своим знакомым, пишите вопросы в комментариях и расставляйте приоритеты правильно. Сначала знания, потом действия.